Доброе утро, я попался, перчатки. Обработаем. Зашли в торговый центр без маски, вышли без покупки. И пока коронавирусная инфекция еще в силах держать оборону, это простое правило, спасет тысячи жизней. В соответствии с указом номер 19, каждый гражданин, заходящий в торговую сеть, обязан одеть средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки. Если на входе нет масочки, нужно обратиться к продавцу или к костюру и попросить маску. С несогласными покупателями теперь будет разбираться полиция. Если вы по какой-то причине отказываетесь надевать маску, но при этом очень хотите покинуть торговую точку не с пустыми руками, сотрудники магазина имеют право обратиться в правоохранительные органы. И даже в первый раз отделаться предупреждением получится не всегда. Штраф – тысяча рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 15 до 50 тысяч. Чтобы подобных ситуаций не допускать, предпринимательское сообщество решило запустить для покупателей информационную декаду. Хотел бы обратиться персонально к предпринимателям, к объектам торговли, владельцам объектов общественного питания, чтобы они максимально провели обучение, инструктажи своего персонала, линейных директоров, если это касается сетевой розницы, чтобы у всех было четкое понимание сегодняшней ситуации. Лето прошло, мы увидели определенный всплеск сейчас, связанный с сезонным нарастанием простудных заболеваний. Безусловно, на этой почве еще и возрастает и распространение коронавирусной инфекции, являющей родственной. Поэтому, безусловно, сейчас наша задача максимально поставить этому барьер. В десятидневке «Бизнес против ковид» примут участие порядка 50 волонтеров. Своеобразные эпид-отряды будут работать около крупных торговых центров города. Кроме раздачи СИЗов, в обязанности эпид-дежурных войдут ознакомительные беседы, как маска поможет спасти жизнь и каким рублем можно поплатиться за ее отсутствие. С посетителем, конечно, проблемы возникают. То есть не все граждане у нас являются ответственными, не все понимают, что такое коронавирус. И бывает, что маски одевать не хотят. Помогать волонтерам будут мониторинговые группы. Первый профилактический рейд уже состоялся в засвияжье. Как итог, проверено пять торговых точек и составлено четыре протокола на физических лиц. В рамках декады планируется провести еще три подобных выезда. В составе группы сотрудники полиции, Министерство сельского хозяйства, ветеринарный надзор и народные дружинники. Не спускают глаз из обеспеченности самой торговой точки. На входе коврики с дезинфектором, защитные экраны на кассе и полутораметровая разметка в торговом зале. В каждом магазине вот так. И на рабочей так с утра до вечера перчатки и маски. И в магазине, и маршрутке везде маски. А как бы что эти мероприятия достаточны? Думаю, что да, если все будут соблюдать. Вы всегда соблюдаете? Стараюсь, да. Ну, перчатки одеваю, руки, когда обработаю, когда нет. Хотел бы, конечно, еще раз обратиться к населению, что в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой необходимо все-таки свою ответственность усилить и беречь себя, беречь свои семьи и не допускать такой, так сказать, расхлябанности. За последние сутки в Ульяновске выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.